Всем привет! Меня зовут Ольга и вы на моем канале Северное Вязание. И сегодня будет видео в формате вязального эпизода, в котором я расскажу вам все свои рукодельные новости, которые случились у меня за последнюю неделю. А именно, в этом видео я покажу вам одну готовую работу, также я покажу вам продвижение своего большого крупного процесса, и также я покажу вам свои продвижения в придении. Если вы на моем канале первый раз, тогда две недели назад я купила себе свою первую в жизни прялку и теперь стараюсь учиться каждый день по чуть-чуть учиться прясть. И также я вам расскажу, чем кончилось дело в нашей вязальной игре вязание на выбывание, четвертый сезон, в котором я участвовала в первый раз. И я вам расскажу, кто выиграл, кто какое место занял, и также я вам расскажу, кого выбрала я в качестве своего победителя среди зрителей. Поэтому, если вам интересно, то устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее и приятного просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это девочки, которые заняли первых три места, но этих девочек четыре, а не три, потому что вот так вот сложились наши голоса, что первое место разделили аж целых две участницы. Поздравляю их от души, и, конечно же, они этого достойны. Прекрасные работы и очень сложные, и очень интересные. Поэтому я их поздравляю с победой. Я же заняла шестое место из одиннадцати, но, положа руку на сердце, это вполне достойно, учитывая, да, какие у меня были простые работы. Но, благодаря, конечно же, вам, моим зрителям, моим замечательным подписчикам, я заняла первое место в голосовании зрителей. То есть я заняла первое место в приз зрительских симпатий. И, как сказала Оля, наш организатор, я заняла первое место с большим-большим отрывом. Но это, конечно же, не моя заслуга, это только благодаря вам. Огромное вам всем спасибо. И я, конечно, очень счастлива, что вы у меня есть. И я за вот это первое место я получила подарок. Но еще не получила. Подарок мне идет сейчас по почте. И позже мы, конечно же, с вами в следующих видео мы его распакуем и посмотрим, что же я благодаря вам выиграла. Вот. А за свое шестое место я также получила подарок. Он уже у меня есть. Это подарок от дизайнера вязаных вещей. Пани Маркевич Яна. Которая известна своими знаменитыми шаман и йог. Которых очень любят на ютубе. Вот эти, такая кокетка жаккардовая с домиками, да. Также вот эти носочки с медведями, которые я вязала в первом этапе полностью жаккардом. Это также ее описание. И вот Яна предложила мне выбрать аж целых два описания на свой вкус. И я выбрала вот это и вот это. И это мне уже Яночка прислала. И я обязательно буду вязать. Уже точно знаю, из чего я буду вязать и так далее. Вот, буду вязать такое и себе, да, и своему пятилетке. Но это уже позже. Потому что сейчас у меня на декабрь куча-куча планов на самом деле. Я участвую еще в нескольких совместных проектах. Поэтому, конечно же, дел будет много. Но и видео тоже будет много. И так, и еще, да, там у нас был такой розыгрыш, то есть, среди зрителей, которые также участвовали в этой игре. То есть, вязали каждый этап. Выкладывали свои видео, свои работы в Инстаграм, либо в Телеграм с хэштегом. И вот среди этих участников, которые выполнили все четыре задания, мы с девочками должны были выбрать по одному победителю для себя и отправить этому человеку подарок. Я выбрала. Мне было, конечно, очень трудно выбрать, потому что я всегда теряюсь в этих случаях, когда мне нужно выбрать одного-двух победителей. Я всегда чувствую потом себя очень виноватой, потому что я не могу подарить всем. Но я выбрала вот эти четыре работы девушки прекрасной. Я вам сейчас вставляю эти четыре работы. Но, во-первых, конечно же, всех поразила ее шаль-жаккардом. Это просто фантастика. Я считаю, за неделю такое связать, но это просто подвиг. А потом меня очень умилили. Есть такое слово? Ее митинге с жаккардом. И знаете, что мне там очень понравилось? То, что это митинге... Ну, в описании у нее там написано, что это митинге связаны по традиционному там латвийскому мотиву, да, там, или описание. Но в этих митингах она поженила две пряжи. Кауни и Дундага. То есть это одна пряжа латышского производства и другая эстонского. И это было так мне по сердцу. Мне это очень понравилось. Я уже отправила Александре подарок. Надеюсь, что он дойдет. Потому что тут не очень далеко. Буквально через Финский залив. Вот. И я не показываю вам этот подарок. Ну, потому что мы так решили, да. Но если она захочет, она, конечно же, покажет его в своем аккаунте в Инстаграм. Так что вы можете зайти и полюбопытствовать. Потому что подарок, мне кажется, очень даже неплохой, на мой взгляд. Вот так вот прошла эта игра. Замечательная, совершенно чудесная игра. Если меня пригласят, я обязательно буду участвовать в ней еще. Потому что, ну, мне очень понравилось. И, возможно, я даже замахнусь на какие-то более сложные и интересные вещи. Ну, потому что, да. С простенькими вещами, как у меня, ничего, конечно, не выиграешь. Но суть же не в победе, суть в участии. Вот. Там у нас сложилась совершенно замечательная компания. Мы с девочками общаемся и дружим, и очень весело проводим время. Вот. Ну что, на этом история нашего вязания на выбывание заканчивается. Эту тему мы закрываем. Но впереди, я повторюсь, еще очень много интересного. А сейчас давайте мы с вами пойдем и уже поговорим о моем вязании, которое вот за последнюю неделю у меня случилось. Ну, и вот моя единственная готовая работа на этой неделе. Это рождественский свитер для младшего сына. Ну, у меня там, конечно, оставалось только, да, закрыть манжеты и постирать, и все. Вот. Значит, быстро основные характеристики, да. Это пряжа Drops Daisy 100% меринос. 110 метров на 50 грамм. Меринос не супер вошь. Он такой шершавый. Вот. Но, честно говоря, при ВТО повел себя, как обычный меринос. То есть, растекся там. Но после высыхания абсолютно никак не поменялся. То есть, он собрался обратно таким, как был, да. То есть, расправились, конечно, петли. Хотя, ну что я буду врать, до ВТО он также выглядел прекрасно и ровненько. Все петли были, да, в лицевой глади, и в жаккарде, и, в общем, классная пряжа. Я абсолютно точно буду из нее много вязать, потому что очень она мне нравится. Надеюсь, что Drops расширит еще линейку цветов, да. Потому что, ну, например, там какие-то серые, коричневые, достаточно плоские такие цвета, да. Возможно, они как-то там, ну, они умеют, да. Мы знаем, что они умеют делать очень красивые цвета. Ну, посмотрим. В общем, больше всего, разумеется, ушло синих. Я уже не знаю точно сколько мотков. Бежевого ушел ровно один моток, и коричневого совсем чуть-чуть. Значит, я вязала без описания, рассчитывала все сама, круглую кокетку. Но вот эту вот мордочку я взяла с сайта Drops. У них там есть и детские свитера, и детские кардиганы, и взрослые свитера-кардиганы. То есть, там можно найти вот эту, вот эту мордочку этого оленя Рудольфа, да. Шишечки я вывязывала сразу во время вязания крючком. Вот, закрепила достаточно хорошо его, ну, чтобы не оторвался, да, никуда. Весит эта вещь 290 грамм. Я вязала на спицах номер 3,5, 4, 4,5. Жаккард я всегда вяжу спицами большего размера. И рукава, также я вязала спицами 4,5, потому что рукава по кругу у меня тоже всегда, я как-то затягиваю. Поэтому нужен больший размер спиц. Ну, то есть, чтобы не было никакой разницы, да, между телом и рукавами. Вот, в общем-то, все мне нравится, отлично выглядит. Давайте посмотрим, как он выглядит на ребенке. Музыка 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 И я надеюсь, что в этот рождественский период мы поносим его достаточно активно. Но именно для этого я его и связала, да, именно на этот сезон. Если он вырастет к следующему сезону из этого свитера, ничего страстного. Свяжу новый, вот так. Да. Ну, все. Это что касается моих готовых работ. Теперь давайте посмотрим мой процесс. Ну, и вот мой процесс, над которым я работаю сейчас только, только его вяжу. Потому что хочу быстрее уже довязать и отдать старшему сыну в носку. Это очень большой мужской свитер. Музыка Оверсайз, да, с длинными, ну, сейчас вот я вяжу рукава. Будет он большой, тяжелый, но очень теплый. Благодаря пряже, из которой я вяжу, здесь одна ниточка, это як с хлопком. И вторая ниточка, это стопроцентный кашемир. Вот. Одна ниточка темно-синяя, другая абсолютно черная. Получился вот такой интересный меланж. Ну, не знаю, мне очень нравится. Надеюсь, ребенку тоже понравится. Вот. Но колоться это точно совершенно не будет. Я вяжу по описанию от My Favorite Things. И это свитер номер 25. Это свитер унисекс на мальчиков и на девочек. Вот. И я вяжу размер М. И вот он такой гигантский. Вот. Но да, там припуск на свободу облигания плюс 40 сантиметров, по-моему. И вяжется из толстой пряжи спицы номер 5-6. Я японское плечо. Вот. Что еще? Ну, вот, высокий ворот. Все резинки я вязала один на один. Закрывала иглой итальянским способом. Вот. Ну, в общем, да. Лицевая гладь. Но, честно сказать, мне не скучно вязать. Я, наоборот, хочу быстрее и быстрее его довязать уже. И тогда у обоих моих сыночков будут теплые обновки, связанные мамочкой. Вот. И только после этого я примусь уже за свой свитер, который тоже уже пора заканчивать. Это свитер Алла Сук с жаккардом. Вот. Ну, да. Еще недельку, наверное, у меня уйдет вот на вывязывание рукавов. Вот. Ну, потому что я вяжу полдня, потом полдня приду. Вот. Поэтому не быстро движется это все. Вот такая красота. Расскажите, девочки, вяжете ли вы своим мужчинам? И что вообще ваши мужчины любят из вами связанных вещей? Вот. Потому что, да. Мне сейчас тема эта очень интересна. Вот это мой единственный процесс сегодня. Конечно, у меня еще есть два процесса, но их я не трогала. Поэтому и показывать вам не буду. А теперь мы будем говорить о моем прядении. О моей совсем свеженькой, да. О совсем свежем хобби, да. Для меня. Поэтому, кому не интересно, я с вами прощаюсь. Дальше будет разговор только о прядении пряжи. Итак. Вы могли видеть, да, в прошлом видео. Я достаточно подробно вам рассказывала, как я докатилась. До такой жизни. Ну, в общем, как я пришла к прядению. Как я вот выбрала себе прялку. Почему, да, такую прялку я выбрала. И также я вам уже показывала свою первую спряденную пряжу. Абсолютно кривую и косую. Но, девочки, я хочу от всего сердца вас поблагодарить за ваши комментарии. За то, что вы так по-доброму и с энтузиазмом приняли мое новое хобби. Я очень вам благодарна. Вы меня как будто подтолкнули, знаете, действовать. И огромное вам всем спасибо за это. Итак, я, как и сказала, начала учиться, практиковаться, да. То есть я в прошлом видео, опять же, показывала вам на прялке. Ну, вот здесь на катушке у меня была одна нитка спрядина. И здесь вот я их уже сучила. То есть это моя вторая в жизни пряжа, да. Но лучше, лучше, чем первая. Это совершенно точно. Конечно, видно, что сделал не у меха, да, новичок. Ну, это прямо видно. Но уже лучше, скажем так. Уже лучше. Все еще фламе присутствует. Фламе незапланированное, да, такое случайное фламе. Но что я хочу сказать. Я уже даже позволила себе связать образец. Вязала спицами 3,5. Лицевую гладь. И я вам должна сказать, что я даже, в принципе, могу связать из этого что-то. Ну, не знаю, шапку, варежки. Потому что, ну, пряжа, конечно, ну, вот этот вот сам состав, он чудесный. Здесь 80% мериносовой шерсти, 20% шелка. Это смесь от фирмы Ашфорд. И я сейчас просто с ума схожу по вот таким цветам. Вот. То есть, в принципе, я даже, да, могла бы связаться из-за этого что-то. Там, да, видно, что такое самопряд, да. Но почему нет? В общем, да. Вторая в жизни пряжа. И уже, в принципе, можно ей дать какую-то жизнь в виде какого-нибудь изделия. И потом я заказала себе еще материала для прядения, да, целую коробочку. Кстати, она уже так поредела. Эта коробочка за неделю, я вам должна сказать. И, значит, там, ну, я тоже там выбирала, в принципе, вот этот меринос с шелком, чтобы на нем, да, легче было тренироваться. Но я не смогла пройти мимо и других составов. Я покажу вам все. И вот после вот этого я почему-то схватила вот это. Это не самое легкое, как оказалось. Ну, видно, да. Так, давайте раскрутим его. Видно, да. Кривины, Косины и Фламе стало больше. Видите, тут какие-то у меня слишком много твиста. Ну, слишком много этого, крутки. Короче, это овечка породы Коридейл. Не крашеная. То есть, там была лента смешанная из разных цветов шерсти этой породы, да. Но все они были не крашеные. И что я поняла? Что вот белая, белая пряжа этой породы очень нежная. Вот она просто как мериносик. А вот эти вот темные цвета, они прямо очень такие жесткие, толстые, но при этом длинные. Достаточно длинные вот эти вот волокна можно вытащить. Но все равно. Из-за того, что толщина вот этих волосиков разная, ну, от цвета, да. То есть, светлая шерсть состояла из тоненьких волосиков, да. А темная из прямо таких толстых. Из-за этого я не могла никак подобрать толщину вот этого вот вытягиваемого вот этого. Ну, короче, я никак не могла подобрать. Вот, поэтому он у меня вообще такой, ну, вот такой. Вот. Значит, но, если честно, я бы тоже могла из-за этого связать, например, какие-то носочки. Это стопроцентная овечка, да, без шелка, без нейлона. То есть, никакого укрепителя там нет. То есть, я бы могла, например, что-то для дома связать, стапочки, носочки или что-то такое. То есть, это уже не вызывает у меня каких-то негативных эмоций. В принципе, мне даже нравится. Такая, знаете, деревенская. И дальше я поняла, что так, для этого я еще не доросла. Оля, бери обратно меринос с шелком. И вот моя последняя, это мой четвертый, да, опыт предения вообще, в принципе, в жизни. И это уже мне нравится. Это мне уже очень-очень нравится. Да, не идеально. Вы видите, да, что есть потолще, есть потоньше, но уже... Так, давайте ее тоже раскрутим. Но уже, в принципе, довольно симпатично. Итак, это... Это я уже вот заказывала из магазина. Это интернет-магазин. Находится очень близко от меня эта женщина. И она сама, то есть, она сама смешивает, красит вот эти вот ленты шерсти, да, для предения. И вот я у нее заказала... Ну, я заказывала по 100 грамм, чисто чтобы попробовать, да. Вот. Это здесь 70% меринос и 30% шелк. Привелось очень легко, очень просто, очень... Ну, мне было вот первый раз легко как-то, да, следить за толщиной. Ну, разумеется, да, есть еще моменты, есть, конечно, над чем работать, куда стремиться. Но мне уже было гораздо проще и веселее. И я поняла, что у меня начало получаться. Возможно, только на таком составе. Да, то есть, вот такое, когда я... Ну, у меня будет получаться вот этот вопрос. Но хотя бы хоть что-то уже, правильно? Потому что вот эти составы, меринос с шелком, их же красят тоже вручную. И они... Ну, господи, там такой выбор, что, блин, можно прясть только этот состав, в принципе. Вот. Этот цвет назывался летние цветы. Вот эта расцветка. Там было много, да, желтого, розового, оранжевого. Вот. И, в принципе, из этого я точно что-то свяжу. Даже уже, ну, примерно знаю, что. Но пока что... Ну, в общем, вдруг я еще передумаю. Здесь 100 грамм должно быть. Я не взвешивала, честно говоря. Вот. Такой он там пушистенький. Я, в общем-то, довольна. Так. И теперь мне было трудно остановиться. Правда. Я сейчас, ну, вы видели, вяжу свитер для сына большой. Хочу его быстрее связать, потому что погоды такие сейчас, ну, подходящие, скажем, да. И вот я себя прям держу, чтобы не прясть и чтобы вязать. Давайте я вам покажу сейчас, что у меня там осталось из этой посылки. Вот следующий мой план. Это спрясть вот эту ленту. Это то же самое. 70% меринос и 30% шелк. Эта женщина сама красит. Ну, я сказала уже, да. Вот такая красота. Здесь 100 грамм. Так. Еще. Это просто мне цвет очень понравился. Я не знаю, как будет это легко прясться или трудно. Это меринос без шелка. Это просто 100% меринос. Но как же удачно у нее получился этот цвет. Он ярко-зеленый. Прям такой сочный такой. Вот. Не знаю, будет ли это легко прясться или нет. Ну, вот если, знаете, такими коротенькими щипками, то, в принципе, мне кажется, что-нибудь да спридем. Правда? Ну, попробуем в конце концов. Потому что, если это у меня будет получаться, то у меня вообще открывается такой простор для фантазии. Потому что вот этого 100% мериноса полно. Огромная цветовая гамма там. Ну, то есть много цветов. Ну, не только в этом магазине, а вообще в других магазинах тоже. И цена очень-очень приятная цена. То есть, ну, просто, просто прелесть. И он такой приятный. Очень приятный. Я тебя понимаю, вот когда из этой ровницы вязали пледы эти одеялы. А еще она мне дала попробовать. Ну, как просто сувенир, да. Я не знаю, здесь, наверное, грамм 25, может быть. Это тоже меринос и шелк 70 на 30. И это у нее новый цвет. Ну, типа новая партия такая, да. Она назвала этот цвет, эту расцветку, вернее. Здесь много, да, цветов. Калейдоскоп. Вот. Смотрите, как красиво. Ну, пусть лежит. Может быть, куда-то найдет применение. Так, и еще. Ну, вот это была уже чисто, знаете. Блажь такая. Это можно было. Без этого я могла бы и обойтись. Но это верблюжонок, ну, то есть, бэби верблюд и меринос Extra Fine. И здесь 18,5 микрон. Это тончайшая, просто тончайшая ниточка. Она, ну, брось, да невероятно, как волосы у деток, у маленьких. Настолько она чудесная. Я, конечно, не буду пока что за нее браться. Нет, я не скажу, что она какая-то там супердорогая была. Но не дешевая тоже, да. Ну, не как меринос стопроцентный, да. Это так чуть-чуть подороже. Вот. И я бы хотела спрясть из этого ниточку и связать ребенку шапку резинкой тыковку. Вот. Или что-нибудь в этом роде. Ну, так кажется, да, что такая большая куча. А на самом деле, ну, 100 грамм это, ну, пасма вот одна. Да. Ну, она просто невероятно нежная. Класс. Так, но это еще не все. Еще я заказала себе вот такие пакеты с пробниками. Да. Просто чисто, чтобы попробовать. Здесь в зеленой гамме, да. Ну, и здесь, соответственно, в серой. Так, этот пакет так отражается. Я просто хотела вам показать, что это, ну, это не ее производство, да. Это вот такая фирма. То есть, это не этой женщины производство. Это вот такая фирма. World of Wool. И здесь вот такие пробники по, сколько? По 25 грамм. Всего 150 грамм. И я просто, ну, новичок. Я хотела попробовать. Так, давайте их достанем, чтобы не отсвечивали эти пакеты. Ну, разве же это не красота? Ну, вообще, какая красота. Так, смотрите, давайте зеленое. Что у нас тут за составы? То есть, смотрите, вот мы тут видим уже этот шелк, да, как он там называется, не помню. Я пока что терминологией предельной вообще не владею, поэтому вот так буду. Ну, вот там какой-то там, это такой тип от вида, да. Так, какой у нас тут есть? А, значит, здесь у нас есть, вот в зеленом, ой, смотрите, какой с блестяшками. Ой, какая прелесть. И этот тоже. Ой, это такой приятный. Короче, здесь у нас вот шесть таких моточков по 25 грамм. И это где-то, значит, стопроцентный меринос. Меринос с шелком. Меринос с нейлоном. Меринос с блестяшками, значит, это вот этот, да, наверное. Меринос с вискозой. Вот этот, я думаю, это, да. И меринос хлопок вискоза. Вот это я не знаю, кто из них. Ну, в общем, я просто хочу попробовать разные, да, текстуры, разные пряжи. Мне кажется, это будет очень интересно. Так, а вот эти серенькие. Смотрите, это тоже с блестяшками. Так, здесь у нас вообще интересные составы. Здесь у нас меринос с альпакой. Вот этот, а нет, вот этот. Да, это меринос с альпакой. Дальше у нас альпака с шелком. Боже, как приятно. Как приятно, да. Так, значит, меринос с вискозой. Это типа твит, да. Дальше меринос с нейлоном. Меринос просто. 100% меринос. И меринос с шелком. Вот. Такие серенькие. Ну, прелесть, да. И я думаю, что это будет очень весело. Очень интересно это попрясть. Ну, посмотрим, какие будут впечатления. Вот эти два, это просто какое-то чудо. Прям видно, да, на видео, какие они. Какие они мягкие. Вот. Ну, посмотрим, да, что получится. Я буду держать вас в курсе. Придется у меня по 100 грамм в день. Вот. Сейчас у меня такая скорость. Я не спешу. Я просто не могу оторваться. Вот. То есть, поэтому, в принципе, такое чувство, что скоро надо будет делать следующий заказ. Я хочу заказать в этот раз, ну, в следующий раз из другого магазина. Ну, то есть, надо попробовать, да, разные варианты. Этот магазин, конечно, очень удобен. Но цены там выше, короче, чем в других магазинах Финляндии, да. Чуть выше. Вот. Но зато эта женщина живет 20 километров от меня. И мне буквально молниеносно приходит посылка. Ну, то есть, вчера заказала, сегодня посылка уже у меня. Вот. И, конечно, это удобно. Но все равно я хочу попробовать другие магазины тоже. И, ну, посмотрим. Вот столько у меня красоты. Такие новости. Да. Я обязательно хочу рассказать в следующем, может, ну, в следующих каких-то видео те моменты, которые я для себя нашла в предении. Ну, то есть, как понять, нашла. То есть, что я могу посоветовать новичкам, ну, таким, как я, да, чтобы облегчить себе это предение, чтобы оно быстрее начало у вас как-то получаться, да. Вот. То есть, какие я там для себя фишечки нашла. Да, я обязательно это сниму, потому что, ну, если бы кто-то мне такое рассказал, когда я начинала, да, когда я начинала, как будто я начинала пять лет назад. Но вот когда я искала информацию, если бы я вот нашла такое, я была бы счастлива. Вот. А я, ну, в общем, я это сниму обязательно. Так. Все. На этом у меня все. Вот такая вот неделька у нас была. Мы лечимся. Желаем всем вам крепкого-крепкого здоровья. Берегите себя. Одевайтесь тепло. Вяжите красивые и теплые вещи. И увидимся с вами уже на следующей неделе. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok